Уважаемые, чем вы можете объяснить свой поступок, что вы купаетесь в запрещенном плетом? Владимир Акулин в осводе 15 лет. За это время, говорит, ничего не изменилось. Запретный плод по-прежнему сладок. Людей как магнитом тянет купаться на нелегальные пляжи. Здесь нет спасательных постов и дно непредсказуемое. И вот именно в таких местах нарастает печальная статистика. Буквально вот за короткий промежуток времени трое ребятишек утонули в Гомельской области. Понимаете, о чем речь? Чтобы сохранить жизнь вашим детям. Спасибо большое. Природу не изменишь, понимаете, колючей проволокой тоже не огородишь. Сознание людей пробуждается только в беседе. Иногда это помогает, иногда нет. Другие люди приходят. Но все время на этих местах появляется отдыхающие, которые нарушают правила охраны жизни людей на водах и купаются в запрещенных местах. Им говорят, что вас ожидает штраф до трех базовых величин или предупреждение. Ну ничего, пока достучаться до всех, конечно, мы не можем, но мы стараемся. Что за людей вы сюда выгрузили, пожалуйста? Что это, место для купания? Я выезжал на происшествие, когда пять человек одновременно утонули. Две женщины, молодых, трое детей. В такие рейды спасатели отправляются регулярно. И каждый раз есть какие-нибудь сюрпризы. Вот водитель-экстремал ювелирно припарковал машину на самом краю обрыва. Вопрос, зачем, остается открытым. Пожалуйста, уберите машину на расстоянии до 30 метров от береговой линии и больше никогда так не паркуйтесь. Тем временем на официально разрешенных пляжах обстановка к отдыху располагает. Есть зоны купания для малышей и взрослых. На берегу вся нужная инфраструктура. Однако у любителей отдохнуть отдаленно есть жалобы на нехватку песка. Вот же земля, вот. Земля. Отдыхаем, нормально отдыхаем. Погода есть, приходим, отдыхаем, купаемся, в бутбол играем. Но песка нет, надо насыпать. Раньше насыпали песок здесь, в те годы. А сейчас давно не насыпали. Чуть дальше по центральному пляжу дефицита песка не наблюдается. А для удобства отдыхающих работает вот такой агрегат. Техника отечественного производства расчищает водную гладь от водорослей. Будем убирать все пляжи по городу. В начале с центрального района, потом перейдем в Белицу, советский. Техника новая, так что выход на воду у машины, можно сказать, дебютный. Перспективы такой уборки радужные, но вот результат пока туманный. Получится ли оперативно очистить все пляжи, пока не ясно. Однако водоросли – не единственный враг отдыхающих. Кишечная палочка уже дала о себе знать. На некоторых пляжах Гомельщины купание запрещено. Такой вердикт эпидемиологов. В настоящий момент вынесено три запрета по купанию на трех пляжах Гомельского района. Это пляжи в районе Набережной Чонки, улица Речная и в районе Садового товарищества «Скиток» Гомельского района. А также действуют ограничения по купанию детей на территории городского пляжа Приднепровский города Жлобина. Несмотря на запреты, выбор у отдыхающих гомельчан пока есть. 13 пляжей получили паспорта готовности. Некоторые зоны отдыха даже расширяются. Сейчас идут работы по увеличению береговой линии, пригодной для отдыха. Ирина Дробышевская, Валерий Гопанько. Новости недели.